всем здравствуйте сегодня уже 9 июня 2020 года уже прошло три месяца после того как я пересаживала свою хлорозную азалию еще один мой штамбик вот есть видео тот кто не видел как я его пересаживаю затем через спустя какое-то время как он поживает вот так сейчас он выглядит через три месяца вот мой штамбик и кстати ему неделю назад исполнилось в этом году девять лет несмотря на то что моему штамбику же 9 лет он все-таки один из моих маленьких штамбиков то есть он достаточно такого не очень высокий но тем не менее ему действительно 9 лет вот такие на нем уже растут красивые листики они потемнели есть видео там где я показывала они росли еще достаточно светлыми но молодые листики у азалии которые растут они всегда растут немного светлее чем чем такие вот уже знаете взрослые листики когда все в порядке то со временем они темнеют то есть становятся нормальными такими вот без хлорозными листиками ну а те листики конечно которые так и остаются светлыми и не темнеют это значит на азалии хлороз то есть я так судя как она выглядит мне очень нравится ее внешний вид значит ей понравилась почва грунт в которой я пересадила то есть все таки пошло на пользу я уже говорила что ну вот я такой для себя способ если у меня начинается у растений хлороз особенно азалии вот если например да то мне помогает пересадка то есть я знаю что против хлороза есть и хелат железа люди добавляют опрыскивают по листу но для меня самый такой вот скажем так быстрый и наверняка я знаю что это поможет это пересадить в новый грунт в новый хороший питательный грунт видео там где я пересаживаю я поочищала ей корни потому что грунт был тяжелый и есть на видео там показано что корни несмотря на то что я это свою эту азалию пересаживала уже наверное за девять лет раза два три тот последний раз я пересадила не очень удачно потому что корни есть на видео что там показано что они не освоили грунт возможно из-за этого и начался у нее хлороз ну сейчас слава богу такие вот растут внизу красивые побеги сейчас на улице в тени плюс 30 на балконе 28 градусов то есть достаточно жарко поэтому азалии я стараюсь опрыскивать рано утром и вечером чтобы поддерживать им влажность чтобы не соблазнялся паутинный клещик повреждать листики потому что эти растения любят все-таки влагу и жара конечно же очень так вот негативно сказывается но пока что они еще так в принципе стоят бодрячком но наверное в силу того что балкон все-таки выходит на северо-запад то есть большую часть дня они стоят можно сказать в тени и только где-то с пяти вечера начинают поворачивать солнышко и два часа где-то жарит их потому что на солнце вчера даже было плюс 38 градусов такая вот жара плюс еще сейчас время тополиного пуха залетает к сожалению на балкон что тоже не очень скажем так полезно потому что оседая на листиках также тополиный пух является переносчиком разных вот вредителей я уже не первый год замечаю стараюсь сразу же убирать потому что на нем может все что угодно находиться и конечно же нужно его убирать листиков потому что можно просто замучиться потом обработками различными от разных вредителей поэтому тоже вот сейчас такое не очень благоприятное скажем так время но вот листики все-таки пошла вот польза от пересадки и листики такие вот красивенькие что напоминает это если заглянуть вот вовнутрь вот видите так и поставались вот старые которые у нее были листики из-за которых фактически я пересаживала видите они остались так вот и хлорозными они и остались то есть по возможности я их буду убирать некоторые сами тоже так вот тоже засыхают потому что тоже наверное может клещик завелся иногда все-таки так вот если в глубине кроны то иногда встречаются такие вот листики сухие это тоже означает что с них скорее всего уже был выпит сок из-за этого они засохли вот то есть эти листики видите никуда не деваются но самое важное это то что растут молодые молодые растут видите блестящими красивыми здоровыми зелеными то есть это в принципе вот что самое важное значит на пользу пошло ей пересадка ну а нижние видите они так и остаются такие вот с пятнами как я уже показывала вот такие не очень красивые поэтому со временем я их буду по возможности убирать они мне не очень нравятся ну а так в принципе делится выглядит довольно таки мне очень очень нравится я очень довольна честно говоря за него уже переживала потому что ну вот как как сказать такой был внешний вид вы можете сами посмотреть такой вот не внушающий доверие на то что что-то что она выздоровеет поэтому в начале года то есть я показывала там где даже показывала когда мне азалии цвели то есть я тогда уже зимой заметила что листья не очень красивые и расстроилась конечно же потому что не знала поможет ли пересадка но все-таки пересадка помогает поэтому кто сталкивается с такой проблемой как лороз то есть я могу посоветовать что вот попробуйте то есть не нужно ничего бояться просто нужно заменить грунт возможно просто ей не подходит также я делаю на других растениях также делала на гордене у меня когда-то тоже начался сильный хлороз в итоге я тоже пересадила другой грунт и тоже начали расти листики красивыми здоровенькими поэтому то есть можно вот тоже такой вот способ использовать но опять же кому удобно проливать хелатом железо кто кого есть возможность достать его и у кого есть можете тоже им пробовать то есть нужно выбирать способ такой какой вам удобной которым вы считаете ну максимально вот вам помогает рядышком стоят еще мои такие вот кустовые азарии тоже были в таком не очень состоянии особенно вот это тоже такие листья вот никак не росли как-то на одном месте были ну как я говорила уже карантин пошел все-таки на пользу потому что очень много растений в этом году я пересадила как-то взялась за них вот до этого руки как-то и не очень-то и доходили когда свободного времени появилось больше то вот какой-то был стимул такой вот все привести в порядок навести порядок поэтому тоже довольны результатом потому что листики начали тоже расти и крупненькими потому что если листики мельчают это тоже не очень хороший знак это значит азалия недополучает питательные вещества из-за этого листики могут вот мельчать то есть тоже такой вот кси сигнал к тому чтобы их вот пересаживать или заменить им грунт вот так что пока они живут у меня еще на балконе посмотрим какая будет еще температура будет ли она подниматься вообще у меня есть идея попробовать их все-таки летом оставить на балконе я уже говорил что мои азалии зимуют на балконе но летом во время жары я заношу их комнату потому что в комнате прохладно а так как балкон открыт вот этот жаркий такой вот воздух несмотря на то что сторона вроде как больше северная тем не менее жаркий воздух очень очень негативно сказывается но в этом году я хочу все-таки попробовать не таскать их вот туда сюда а все-таки возможно они как-то адаптируется вот хочу вас проверить посмотреть возможно их в этом году и не придется убирать но опять же все зависит от погоды ну и буду конечно же наблюдать за их ним состоянию потому что сейчас такое время не очень благоприятное для их выращивания